Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И завершая разговор о первом послании апостола-евангелиста Иоанна Богослова, мы обратимся к последней, заключительной, пятой главе. Снова как нечто чрезвычайно важное для него. Евангелист повторяет здесь мысль о том, что наша соотнесенность с Богом, рождение от Бога, рождение от Духа Божьего, действие и присутствие Духа Божьего в нас, в первую очередь знаменуются тем, что мы верим, что Иисус есть Христос. Вот тот самый Иисус, снова повторим, о котором рассказывает Евангелие, о котором рассказывают апостолы устно. Тот Иисус, который родился в Вифлееме, который умер на кресте и воскрес, и явился, ну вот, да, все то, о чем рассказывают евангелисты и апостолы. Вот когда мы верим в это, это значит, что мы рождены от Бога. И тогда, любя рожденного, любим и родившего. Любя родившего, любим и рожденного. Иоанн говорит о том, что это единое отношение наше к Отцу Небесному и к Иисусу Христу. И его невозможно, так сказать, разделить и различить. Он не предлагает здесь догматических рассуждений о отношениях лиц Троицы. Еще до, вообще до появления понятия Троицы, еще лет 30 остается в тот момент, когда пишется это послание. Ну вот, но он говорит о том, как с нашей точки зрения это видно, об Отце и Сыне и Духе, любовь к которым это одно целое. Теперь он говорит, а как узнать, любим ли мы детей Божьих? Вот, узнаем это из того, что любим Бога и соблюдаем заповеди. Заповедь в том, чтобы любить ближнего, соблюдение этой заповеди, это и есть любовь к Богу. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди его. Дальше мысль евангелиста, вот в какую сторону поворачивается, буквально на пару строк, что любовь к Богу в том, чтобы мы соблюдали заповеди. Он говорит, ну это вообще-то нетрудно, заповеди его не тяжкие. Это не что-то невероятно мучительно тяжелое, чем можно похвастаться. Опять-таки, христиане часто любят хвастаться тяжестью и абсурдностью подвигов, которые они на себя принимают. Заповедь его не тяжко. А противодействие мира, ну да, оно есть. Рожденный от Бога побеждает мир. И вера наша, вера в то, что Иисус есть воплотившийся Сын Божий, это значит, это вера свидетельствует о том, что мы рождены от Бога, и она, эта вера, побеждает мир. Сияясь победа, победившая мир. Вера наша. Оказывается, действительно удивительным образом, это встреча с воскресшим Христом, которая побеждает и в нас самих всякую немощь, и все, что противодействует любви в этом мире. Далее целый абзац с 6 по 12 стихи. Евангелист Иоанн пытается рассказать о том, что значит наша вера, что этот Иисус, сей Иисус, есть Христос. Вот он говорит, сей есть Иисус Христос, пришедший водой, кровью и духом. Водой, кровью и духом. Ну, в общем, принято полагать, что этот образ подразумевает крещение духом, водное крещение, не плотской нечистоты омытия, обещание Богу доброй совести, как выражается апостол Петр, и приобщение тела и крови Христовых, крови, которая пролита за нас на кресте. И вот дальше Евангелист говорит, три свидетельствуют на небе. Он говорит о Боге, который, как Отец, дает нам жизнь, о Сыне, через Которого дается нам жизнь, и о Духе, который живет, собственно, вот в человеческом сердце. Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть одно. Вот таким примерно образом Евангелист пытается обрисовать единство Бога в Отце, в Сыне и Духе. К счастью для Евангелиста, его текст был канонизирован до того, как началась битва за догматические формулировки, и поэтому ни у кого язык не повернулся проверить точность тринитарного богословия в этом самом послании. Ну и слава Богу. Для читателя же важно вот что. Он говорит нечто труднопостижимое о Боге, о том, что Отец, Слово и Дух свидействуют на небе и на земле Дух, Вода и Кровь. Дальше нам-то что? Для нас это что? Вот он говорит, если мы принимаем человеческое свидетельство, рассказы людей, то Божье свидетельство больше, больше. И верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самому. Во-первых, вся сложная и еще пока трудно формулируемая тринитарная вера, у него все равно вера в Сына Божьего, в то, что Иисус есть Сын Божий, тот самый Слово, которое от Отца и которое в Духе. Вот. И он говорит удивительную вещь. Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом. Правда? Если ты поступаешь по любви, то у тебя есть свидетельство присутствия Бога в тебе. Доверие тому, что Иисус есть Христос, и Слово Его таким образом есть, Слово Бога. И это доверие, оно само подтверждает себя на практике и в опыте человеческом. Свидетельство состоит в том, что Бог дал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Потому что Сын Воскрес пребывает вовек, и мы приобщаемся плоти и крови Сына Его, Сына Божьего каждое воскресенье минимум. Ну, в те времена, в общем, преломление хлеба совершается почти исключительно по воскресеньям. Жизнь в Сыне Его, жизнь в том, чтобы быть в диалоге со Христом, в том, чтобы исполнять Его заповеди, в том, чтобы думать о Нем и помнить, как о Господине, твоей сегодняшней реальной биографии, твоих поступков, твоих трудов, твоих отношений с людьми, твоих мыслей и молитв присутствующим Господином. Вот что значит жизнь в Сыне Его. И поэтому, еще раз, то же самое, он говорит, имеющий Сына Божьего, тот, кто вместе с Сыном Божьим, перед Его лицом существует, имеет жизнь. И, соответственно, он заключает, уже в самом конце, я написал-то вам это, вам, верующим в Сына Божьего, чтобы вы, веруя, имели жизнь вечную, чтобы вы пользовались этим источником, чтобы вы переживали это экзистенциальное единство с Богом, и чтобы его жизнь действительно была в вашем сердце, чтобы это было не просто знание о, а практикой реальной жизни. И поэтому, собственно, видите, он говорит о дерзновении, что когда мы просим по воле Его, он нас слушает. Речь идет о практических вещах, мы просим Бога, и вот получаем просимое. Хотя, конечно, нельзя не заметить, а очень важная вещь, мы просим по воле Его. Не просто потому, что мы так захотели, нам это нужно, объективно и так далее. Те, кто верят в Сына Божьего, и просят тоже в Нем по Его воле, и получаем просимое от Него. Еще один очень важный момент с 13 по 15 стих, буквально несколько слов, где Иоанн говорит о том, что вообще-то есть некоторые развлечения в грехах, грех к смерти и не к смерти. Тот, кто влечет за собой смерть и не влечет за собой смерть. Он в предыдущей главе говорил о том, что всякий дух, исповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Стало быть, если человек исповедует, что Иисус есть Христос, пришедший во плоти, ну, какие-то у него еще при этом есть ошибки. Вероятно, это ошибки, грехи, провинности. То, что исправляет путь любви, то, что может быть исцелено. Это значит, что такой человек не отлучен от жизни. Это грех не к смерти. Не к смерти. Есть шанс, есть возможность, есть все для того, чтобы исцелить. И об этом он предлагает молиться. Он, вероятно, говорит, ну, не изгоняйте таковых, ну, мало чего у кого вещи какие-то в голове, идеи какие-то. Он Иисуса исповедует Сыном Божьим? Исповедует. По любви пытается поступать? Пытается. Молитесь за Него, чтобы Бог его поставил прямо. А есть вещи, которые убивают душу, убивают человеческое сердце. Вот этого надо избегать. И о том, как с этим быть, и как тут молиться или не молиться, евангелист вообще умалчивает. Это такая, вероятно, вставка, имеющая в виду конкретные ситуации того времени, той эпохи. Но и к нашей сегодняшней жизни тоже, мне кажется, это имеет смысл применять. Сначала надо исповедовать Иисуса Христом, пришедшим во плоти, и всеми силами исполнять Его заповеди. Остальные грехи Господь очищает по молитвам церкви, освобождает, избавляет человека от них. И, наконец, в самом конце евангелист говорит о том, что, еще раз вам повторяю, рожденный от Бога не грешит. Значит, вот все, что он говорил, любить надо. И тогда ты, если любишь брата, значит, видишь, что ты во свете. Нет, нет. Вот рожденный от Бога не грешит, хранит себя, и зло не прикасается к нему. Мне кажется, знаете, иногда, что евангелист пытается найти какую-нибудь формулировку, которая врежется навсегда, запомнится навсегда его читателю, и будет в голове читателя работать. И, наверное, у каждого человека такая формулировка из этого послания есть. И, наконец, он говорит в последних стихах, мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, чтобы мы знали Бога истинного и будем в истинном Сыне. Дал нам свет и разум для того, чтобы мы могли правду о Боге видеть, понять и реализовать в своих поступках. Вот дал нам это какое-то удивительное просвещение в реальной, конкретной, настоящей, поселусторонней жизни здесь и сейчас. Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Не где-нибудь, когда-нибудь, мы, может быть, получим, сейчас нам это дано, чтобы мы познали истинного Бога и были в Его истинном Сыне живы, потому что Его Сын Иисус Христос и есть истинный Бог и жизнь вечная. Вот что такое жизнь и для чего, и о чем благовествование. Вот с этого евангелист в общем начинал послание и такое же заключение на эту же тему. Да, вот Бог, пришедший в реальную жизнь. Вот это и есть истина, это и есть свет Божий, это и есть дар любви, который дал нам Отец Небесный, и это и есть жизнь вечная, которая жительствует, жизнь жительствует вот здесь посреди нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok